На просторах известной вселенной нет более ценного ресурса, чем пряность. Ее добывают только на пустынной планете Арракис, более известной как Дюна. Великие добы империи соперничают за контроль над пряностью, добиваясь поддержки влиятельных фракций, каждая из которых преследует свои интересы. Так что конфликт неизбежен, а его исход непредсказуем. Но всем ясно одно. Кто контролирует пряность, контролирует вселенную. Всем привет, меня зовут Артем, и это канал Beaver Games. И сегодня на обзоре у нас локализация. Локализация от издательства Geek Edge Games, и это игра Dune Imperium. У меня это первый экземпляр, так что сегодня мы взглянем на игру, как говорится, во всей красе. Dune Imperium это карточная стратегия, вдохновленная грядущим фильмом Дэнни Вильнёва. Игра у нас рассчитана от одного до четырёх игроков, и здесь мы будем строить свою колоду из карты. После разыгрывать их и отправлять своих вот таких вот агентов на различные локации для получения воды, пряностей и солярий. Ну и конечно воевать за особые привилегии. В общем, Пол Дэннон в этой игре объединил здесь две самые популярные сейчас механики, когда это колодостроение и выставление рабочих. Ну а как это у него здесь получилось, и насколько это чувствуется, чувствуется этот антураж Арракиса? Давайте смотреть. Поехали. Ну что ж, добро пожаловать на Арракис, где у каждого игрока будет свой собственный лидер, которого можно выбрать из восьми доступных. Во-первых, все лидеры у нас делятся по сложности игры за них, но во-вторых, конечно, особые свойства, которые позволят достичь высот игроку. Ну и конечно, еще каждый игрок получает кучу различных компонентов, из которых, пожалуй, стоит отметить вот таких вот миплов. Два из которых игрок получает на старте, это агенты игрока, которых можно будет отправлять на различные ячейки на поле для их активации. Ведь игра-то у нас с механикой выставления рабочих. И еще вот такие вот кубики. Это отряды игрока, три из них сразу находятся в гарнизоне, а остальные пока в запасе. И именно эти отряды будут помогать вам в сражениях в конце каждого раунда. Ну и как в колодостроительной игре обойтись без стартовой колоды? И каждый игрок получает у нас по 10 карт. Что это за карты и что они могут предложить, поговорим чуть попозже. Перед началом еще нам нужно собрать колоду из карт конфликтов первого, второго и третьего уровня. Всего в ней будет 10 карт. И как только все они у нас закончатся, игра тоже завершится. Правда, ее можно окончить и быстрее. Набрав 10 победных очков, разыгрывая карты, отправляя своих агентов на локации, на поле к четырем фракциям или же другие локации для заработка ресурсов. Ну и конечно очки еще зарабатываются и кровью в сражениях за ценные ресурсы планеты Арракис. В общем, каждый раунд у нас идет по одному и тому же сценарию. В начале раунда у нас скрывается карта конфликта, которая и показывает награды, за которые будет идти сражение в этом раунде. Дальше игроки у нас совершают ходы по очереди до момента, пока все не вскроют свои карты. Ну и соответственно, что можно сделать в ход, кроме вскрытия этих карт? Это, конечно же, розыгрыш этих самых карт для выставления своих агентов на локации. Но сперва, чтобы это сделать, нужно разобраться вообще, какие карты у нас есть и что они, собственно, нам предлагают. На картах у нас есть символы агентов. Это те локации на поле, куда можно будет выставить свою фишку. А еще здесь есть ячейка агента. Это особое свойство, которое можно будет разыграть и выполнить при розыгрыше самой карты. Но, кроме того, здесь есть еще одна очень интересная вещь, которую стоит знать и обратить на нее внимание для понимания выбора. Это ячейка раскрытия, ведь именно ее свойство сработает, если мы оставим эту карту в руке, когда мы будем открывать карты. И здесь мы можем получить как дополнительные мечи, которые добавят нам силы в сражение, так и очки убеждения, которые нам пригодятся для покупки новых карт в свою колоду. В общем, если мы выбираем действие выставить агента, то разыграли карту, выбрали одну из доступных локаций на поле и отправили туда своего агента. Ну и все тут очень просто. На каждой ячейке может находиться лишь один агент. А все локации делятся у нас глобально на два типа. Те, которые помогут нам взаимодействовать с фракциями Аракиса и заслуживать их доверия, и остальные локации для сбора ресурсов и получения различных бонусов. Ну что ж, давайте быстренько пробежимся по основным. Здесь у нас есть четыре фракции, каждый из которых имеет свой собственный трек. И отправляясь в одну из данных локаций, мы продвигаемся по данному треку, получая бонус при достижении ячейки, даже победные очки, или же даже жетон фракции, который, кстати, у нас переходящий. Если вдруг кто-то забрался выше вас, то он забирает данный жетон. Ну и, конечно, есть еще множество локаций, которые позволяют нам добыть немножко ресурсов. Воды, соляриев или пряностей. Но главное, что на некоторых ячейках есть у нас цена за выставление на нее своего агента. И если вам нечем ее оплатить, то и отправляться, собственно, туда своим агентам тоже нельзя. У нас здесь есть военные локации, которые позволяют нам разворачивать наши войска, добавляя их на поле. И все эти кубики мы, конечно же, берем из своего гарнизона. Ну а в сам гарнизон кубы мы добавляем с помощью локаций с вот такими вот символами кубиков. Но да, конечно, на этом возможности локации не оканчивается. Здесь можно получить бонус добора карт на руку из колоды, получить карту межпространственного путешествия, взять себе ментата как дополнительного единоразового агента. Или получить даже третьего постоянного агента. Да что там, можно даже положить фишку советника на одну из этих ячеек и получить по два очка убеждения каждый раз, когда мы раскрываем карты. Ну а если вы вдруг больше не хотите отправлять агентов, то вы просто вскрываете все свои карты и получаете с них бонусы. Во-первых, смотрим на количество убеждений, которое теперь можно потратить для покупки новых карт. Вверху каждой карты у нас указана ее цена. И еще, возможно, некий бонус покупки, если он там, конечно, есть. Ну и покупать можно неограниченное количество карт. Главное, чтобы очков, конечно же, хватало. Ну и все карты мы сразу же отправляем в свой сброс. И только после формирования новой колоды и перемешивания сброса можно будет их добрать себе на руку. Ну а также нам необходимо посчитать количество мечей на наших скрытых картах, ведь они добавят нам немножко силы. Поэтому сперва мы считаем силу наших гарнизонов, которые отправлены на бой. Каждый кубик в центре добавляет два на трек силы. Ну а также каждый меч на наших картах двигает маркер еще на единицу вперед. Ну а потом у нас начинается сам бой. И начиная с первого игрока, все могут разыграть карты интриг. Или же спасать. Ну а сам бой это, в принципе, простейшее сравнение цифр на треке. Тот, у кого цифра больше, побеждает, получая первую награду. Второе место по силе вторую и так далее. Ну а если ничья, то оба игрока получают награду предыдущего уровня. А дальше выкладываем пряности на незанятые локации с символом добычи и возвращаем своих агентов. Ну и так мы играем раунд за раундом до момента, пока либо кто-то из игроков наберет 10 победных очков в концу раунда, либо же закончатся карты конфликтов. И тогда уже побеждает тот игрок, у которого больше всего победных очков на данный момент. Конечно, я думаю, многие из вас олдов помнят ту знаменательную игру Дюна, что была еще на 16-бит на Сеге. Конечно, здесь вы ничего такого не почувствуете, слишком разные вышли игры, хоть они имеют общую историю. Ну да, Дюна Империя больше сделана именно по фильму, новому фильму. И эта игра, это больше воркер-плейсмент, чем колдостроение. Да, понятно, что немалую часть игры здесь занимает именно война, где можно получать неплохие бонусы и даже контроль над некоторыми локациями, что будет давать бонус. А для этого нужны не только воинские подразделения, но и мечи, которые неслабо так усиляют вашу армию. А получать их неплохо, конечно, именно с прикупленных карт. Да и убеждение тоже будет не лишним для покупки новых карт. Но все равно основой выступают именно ваши агенты и локации для выставления. Ну и немного, конечно, бонуса на картах во время розыгрыша. Вот этот аспект, конечно, уже делает покупку новых карт более востребованной. Конечно, из-за того, что у нас здесь игра идет на победные очки, которые не так-то просто достаются, то треки по различным фракциям нашим становятся очень важны, ведь именно они дают нам победные очки просто за влияние на фракции, плюс еще и бонусы. Дюна Империя довольно плотная игра, и здесь нет огромных и таких широких стратегий. Все как-то ужато до максимального. Видов ресурсов не так много, вариантов через что добывать очки тоже не огромное количество. Поэтому игра идет очень вязко, иногда даже где ты не представляешь какой-то подставы, она может случиться. Что меня немножко смутило в этой игре, так это баланс по ценам карт и их свойствам. Ведь бывает, карта предлагает реально сильный какой-то бонус и стоит всего там 4 или 5 монет. А за всем, к примеру, мы получаем пустышку с огромным выбором для размещения агентов. Ну, такое. Да, возможно, здесь антураж для меня не взыграл особого эффекта. Я как-то, если честно, его даже особо и не почувствовал. Возможно, конечно, любители и фан сеттинга его оценят по достоинству. Для меня же это больше механическая игра. Ну что ж, на этом все про Дюн Империум от Geekach Games. Если вам было интересно мне слушать, а еще больше, если вам это было полезным, то, конечно же, комментируем, подписываемся на канал, лайкаем или дизлайкаем, кому как больше нравится. Ну и самое главное, что любите настолки и играйте в них. Ну, с вами сегодня был Артем и канал Beaver Games. И еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok